ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И стадиона Лыжники. Встречайте! Инициатор внедрения знака рубля, арт-директор студии Артемия Лебедева, Артемий Лебедев! Добрый вечер! Я хотел небольшую лекцию показать, которая посвящена русским буквам. Мне кажется, тема интересная в целом, но здесь будет она немножко заужена или сужена, потому что русские буквы – очень-очень большая тема. Будет тема про русские буквы в логотипе. Иначе говоря, русские буквы в логотипах – это подарок или наказание, потому что действительно, если кто-то когда-то делал логотип, то знает, стоит набрать просто латинскими буквами любое слово, и уже готовый логотип, уже красиво. Надо набрать русскими буквами, и получается что-то не то. То есть почему-то какой-то логотип получается странный. Ну, вообще, у русских, у кириллических букв очень много особенностей. Ну, самое главное, про которое обычно говорят шрифтовые дизайнеры, это то, что в русских буквах очень много вертикальных полосок, ну, или вертикальных штрихов. Шрифтовики так и называют. Вот это все одним словом называют забор. То есть мы похожи на забор, действительно. Но, в общем-то, вот пример. Почему такое происходит? Почему по-русски как-то некрасиво? Дело в том, что в латинице много букв с выносными элементами. Это палочки, которые выходят вверх от строки или вниз. Много букв разных по форме. Есть буквы очень узкие. Есть буквы треугольные. Есть буквы зигзагообразные или, ну, как, не знаю, спиралиобразные. В кириллице большинство букв без выносных элементов. А если есть выносные, то они малюсенькие, как у буквы С или буквы Д, например. Ну, и мало букв, ну, таких треугольных, так скажем. Ну, а букв узких практически нет. Ну, там, такие как Л в слове Apple. Ну, вообще, с кириллицей сложно работать в самых разных форматах. Даже когда делается табло, то люди не знают, как запихнуть вот в эту стандартную матрицу букву Ж, там, очень широкую, или букву И. Но еще сложнее бывает с рукописными буквами. Ну, например, прочитали, да, что здесь написано по-русски? Верхняя строчка. Лишишься, лишишься, да. Мы это можем прочитать, иностранцы не могут, они просто плачут, говорят, что иногда русские буквы заставляют меня страдать и плакать. Но при этом, как ни удивительно, именно рукописные буквы дают больше всего свободы, больше всего возможности. И вот мы работали, когда-то делали эмблему для новогодних праздников в Москве, и Марина Марина нарисовала замечательный логотип. Я придумал, что это должны быть такие надписи, ну, не надписи, а такие царапины на льду от коньков или такой иней, морозный иней на окне. И вот она по очень моему схематичному эскизу сделала замечательный логотип. Именно в рукописных буквах, да, в кириллице много выносных элементов, много разнообразия в буквах, и поэтому, когда делают каллиграфию или леттеринг, рукописный, получается чаще всего красиво. Ну, давайте чуть-чуть вернемся уже к алфавиту, к нашему. Чем же он отличается от латиницы? Я сделал такую вот схемку, которую вы видите на экране. Вообще, тут есть пара деталей неправильных, ну, я думаю, вы не заметите их, а я не помню, если честно, какие неправильные уже. Я выделил голубеньким те буквы, которые являются уникальными. То есть в латинице, в алфавите, по крайней мере, не в цифрах, а в буквах, таких знаков, таких символов нет. И, как вы видите, синих или голубых знаков довольно много. Это действительно показывает то, что кириллица – это не просто, ну, не знаю, там, латинские буквы с некоторыми изменениями, которые Петр I в свое время утвердил для гражданского шрифта. Но это уникальный алфавит, особый. Он может быть красивый, может быть некрасивый, но он точно не похож на латиницу. Хотя, казалось бы, красным я отметил буквы, которые существуют в латинице, только они как-то развернуты по-другому. Ну, например, буква Я у нас в одну сторону развернута, а в латинице есть буква R, которая развернута зеркально. Ну, и тут еще и серенькие буковки. Серенькие встречаются и в кириллице, и в латинице, но в разных кассах. Кассы – это, так типографы называют, заглавные большие буквы или маленькие строчные. То есть шрифт уникальный, алфавит уникальный. Соответственно, это мое мнение, наверное, можно предположить, что мы можем делать что-то уникальное. Вообще, не случайно я назвал вот эту лекцию «Подарок или наказание». Работать очень сложно, мучительно, но, может быть, все-таки в этом есть какой-то плюс, какой-то подарок для нас, для дизайнеров, по крайней мере. Давайте посмотрим и попробуем выяснить, есть ли какие-то плюсы. Вообще, поскольку кириллица и кириллических логотипов, и кириллица в логотипах – это довольно недавнее явление, так скажем, ну, потому что был Советский Союз, 70 лет. 70 лет не было потребности вообще в создании логотипов. Да, иногда их заказывали, ну, по каким-то госзаказам, но, в общем-то, они были не нужны. Почему? Потому что не было конкуренции, экономика была плановая. Соответственно, айдентика компаний, айдентика брендов была не так востребована, не так актуальна. И я думаю, именно по этой причине, если мы видим что-то по образу напоминающее настоящий фирменный логотип такой вот, то мы его читаем сразу в латинице. То есть мы даже не верим, что это кириллица. И поэтому логотип RGD многие люди читают как PID или что-то там такое, что-то подобное. Я думаю, что со временем это может немножко измениться. Некоторые логотипы, я думаю, мы сразу читаем по-русски. По крайней мере, вот такой, который называют русский иероглиф. Ну, там, некоторый. Он такой не один. Вообще, наши люди гораздо на выдумке, они могут много чего придумать. И, кстати, работает. Действительно, все читается очень красиво, очень хорошо. Казалось бы, это такие шутки, но при этом замечательный дизайнер Андрей Логвин сделал логотип для московского магазина, который называется «Цветной», практически используя тот же подход совмещения в одной литере двух разных букв. В данном случае это еще и очень кириллические буквы, буква С и и краткая. Ну и в целом, вообще, находки какие-то или какие-то узнаваемые, характерные вещи можно найти даже в самой маленькой детали кириллицы, как мне кажется. Например, в свое время был вот такой логотип для журнала «Огонек», который просто использовал две точки, точки над «Ё». Вот эту вот диакритику. Ну, сейчас вот хочу показать один из тех кириллических логотипов, которые мне очень нравятся. Нравятся за счет своей абсолютной простоты, но при этом абсолютной естественности. Посмотрите, я сейчас попробую включить лампочку. Посмотрите, буква А и буква Г просто примыкают друг к другу. Буква У и буква Ш тоже просто примыкают друг к другу параллельными линиями. И тоже происходит, где буква Ш пристраивается к букве А. Они все друг к другу пристроились, и собралась вот такая вот дуга. Ну, такую дугу иногда делают для придания какого-то образа торжественности, еще чего-то. А здесь оно все само пристроилось, само все совпало. И даже удивительным образом сложное расстояние пустое между буквой Г и буквой У почти исчезло, потому что сблизились нижние хвостики. Очень простой, но при этом как бы изнутри такой, изнутри правильный логотип. Бывают и другие примеры. Вот логотип, который я увидел в сети, мне он очень понравился. Мало того, что тут мы можем прочитать его как гол, но и получилась такая картинка, такая метафора замечательная. Еще один логотип. Я, честно говоря, не знаю, осознанно ли дизайнер нашел такой ход, или это просто какая-то случайность. Но мне эта работа кажется удивительно точной, удивительно адекватной. Ведь для идентики очень важно соответствовать, ну не знаю, либо компании, либо бренду, но в данном случае это бренд политической партии. Выбран шрифт довольно такой вот, ну не знаю, неэлегантный, немножко корявый даже, но самое важное это буква Л с очень нехарактерным вот таким вот хвостиком, с такой капелькой, неуместной, казалось бы. У меня две ассоциации есть вот с этой вот капелькой. Первая это, ну не знаю, какой-то бубенчик на колпаке, ну может быть клоунском каком-то колпаке. А второе это такой вот, знаете, в восточной обуви, по крайней мере сказочной восточной обуви, были такие туфли какие-то, там не знаю, скороходы или какие-то еще, такой носок у каких-то сандалий, завернутый. Прямо я сразу вспоминаю слова про то, что про индийские океаны, там мы будем мыть сапоги. Я не знаю, удивительным образом, казалось бы, логотип страшноватый, но он очень точно подходит, как мне кажется, теме, для которой предназначен. Вообще очень часто вопрос о кириллице в логотипах встает, когда речь заходит о кирилизации или переводе на русский каких-то марок, каких-то брендов. Сейчас в этом часто нет необходимости, но иногда такое бывает, как, например, перед Олимпийскими играми в Москве в 1980 году был сделан логотип для фанты. При этом в латинице он довольно элегантный, но в кириллице широкие столбики вот эти не позволили сделать его красивым. Ну, сравните, вот как фанта выглядит в латинице и как в кириллице. А логотип для Кока-Колы, он, кстати, разработан был чуть раньше, аж чуть ли не в конце 50-х годов. Дело в том, что Болгария первая из социалистических стран купила лицензию на производство этого напитка и сделала... Ну, в Болгарии, вы знаете, да, там буквы используются кириллические, но есть некоторые отличия. Например, там у буквы К выносной элемент есть, ну, как в латинской букве, как К. Я думаю, что, скорее всего, логотип этот делал Стефан Кенчев, такой замечательный болгарский дизайнер. Он практически все делал в Болгарии, очень хороший дизайнер, поэтому болгарский дизайн был на довольно хорошем уровне. Ну, и этот логотип потом с обрезанной уже буквой К использовался и в Советском Союзе. Не могу не показать обложку журнала реклама, которую сделал в 90-м году Владимир Чайко. Мотив, мотив, понятно какой, но сейчас уже, может быть, никто не понимает контекст. Вообще, пива нет, это очень распространенная табличка в Советском Союзе на пивном магазине, ну, или в пивном ресторане. Еще один проект, тоже я нашел в интернете. К сожалению, я забыл забыл имя, фамилию автора, но вы легко можете найти в интернете. Автор решил сделать, посмотреть, как бы выглядели логотипы, известные в Кириллице. Там, безусловно, есть разные работы, разные по уровню, но в целом интересный проект, который показывает, что с одной стороны, да, это возможно, с другой, не всегда, не всегда что-то важное можно сохранить, что-то теряется, ну, не знаю, как вот в логотипе Браун теряется, ну, не знаю, такая простота, чистота и надежность. Кстати, я сейчас, извините, да, фамилии я не всегда все помню, но точно знаю, что тот самый логотип Браун, который используется сейчас, вот он слева нарисован, это современная версия, это редизайн старого знака, который был сделан бывшим жителем города Санкт-Петербург, он уехал в Германию и уже, по-моему, там делал эту работу, ну, то есть это, по сути, работа, хоть и на латинице, но работа нашего русского дизайнера. Вообще, бывает и наоборот, когда иностранные дизайнеры делают проекты для России на русском языке. так известная очень британская компания сделала логотип для торговой марки Билайн. Но у них, они сделали все хорошо, но возникла проблема, и очень серьезная, с кириллицей. Вообще, иностранные шрифтовые дизайнеры не всегда умеют правильно, хорошо работать с кириллицей. И вот здесь, если вы посмотрите, сравните два логотипа, увидите, что логотип в кириллице намного шире, там все буквы шире, чем в латинице. А почему это произошло? Иностранцы просто не знали, а как правильно написать букву L. Видимо, им кто-то нарисовал вот такую странную, вытянутую по горизонтали букву, но им пришлось все остальные расширять, просто чтобы она не выпала, чтобы не было такой вот логотипа, в середине горка какая-то, чтобы дети катались. Ну, могу сказать, что и в целом наши люди не очень хорошо представляют, не очень хорошо понимают, а как же писать русские буквы? Дело в том, что в школе у нас учат, я не знаю, кстати, я давно учился, а чему учат сейчас в школе? Как писать? Вот раньше были прописи какие-то. Ну, я думаю, что и сейчас примерно то же самое. То есть в школе не учат писать так называемые печатные буквы. В школе учат писать рукописные буквы. А как пишутся печатные, никто не знает. Вообще, в некоторых странах мира детей, особенно маленьких, их не заставляют писать вот эти сложные прописи, да, вот как связывать все буквы в непрерывной линии. Им разрешают делать так называемую печатную скоропись. То есть ты пишешь, ну, как маленькие дети, знаете, они пишут печатными буквами все, простыми очень. И то же самое поддерживают в школе, просто ты начинаешь писать печатными быстрее. И, во-первых, это разборчивее намного, а во-вторых, другой совершенно шрифт, другая пластика. Но и в целом наши знания, я имею в виду всю страну, не только дизайнеров, но и даже дизайнеров в том числе, у нас не очень хорошо понимают, а что же такое шрифт, а какие шрифты, в том числе и кириллические, когда существовали. Именно по этой причине мне очень трудно смотреть кино. Да, я понимаю, это профдеформация, но вот я, не знаю, когда смотрю фильмы, меня всегда цепляют неуместное использование тех или иных шрифтов. Самые разные фильмы. Практически, да, я не видел ни одного фильма за последнее время, где не было бы так называемых киноляпов. Чаще всего используются шрифты, которые появились позже, или они существовали, но в других странах. Ну, не знаю, один из самых ярких примеров невероятного количества киноляпов это сериал «Мастер и Маргарита». Мало того, что используется вот вверху там «Таймс Нью Роман», внизу ареал. Вообще, конечно, для шрифтовых дизайнеров это боль такая. Такие два шрифта, они не знают, что они плохие, но их почти всегда используют неуместно. Ну, и понятно, что никакого ареала не могло быть в начале XX века, а самое главное, ни в одном доме драматурга и литератора никто бы так не смог написать, потому что это, понятно, не написано, это напечатано на баннере, на плотере каком-то, а раньше все писали от руки, и от руки такое, конечно, писать никто бы не стал. Вообще, опять, продолжая тему, вот, кириллица, латиница, перевода с одного языка на другой. Иногда кажется, что, не знаю, в советское время или, может быть, сейчас, на Западе очень хорошая идентика, а у нас она не дотягивает. С одной стороны, это так, но с другой, когда я дал студентам задание найти что-то похожее, причем не логотип, вообще не важно, две картинки должны быть похожими, но из разных областей. Вот один из студентов, нашел, оказывается, бывшая эмблема детского мира в Москве точно такая же, ну почти, как эмблема известной автомобильной компании. Разница не такая большая. Вообще, мы со студентами обычно, когда, я сейчас не преподаю, но когда я преподавал большие такие многолетние курсы, мы на первом курсе в первые дни договаривались о том, что все проекты будем делать в кириллице. Только в кириллице, то есть без латиницы. Вообще, конечно, это немножко жестоко. Это очень тяжело делать именно кириллицу. С латиницей легче. Но с другой стороны, опыт мой показывает, показывает, что это работает. По крайней мере, те ученики, кто учился, тогда они уже добились большой известности, заняли лидирующие какие-то позиции. Вот я покажу, наверное, парочку проектов, которые делали студенты в разное время, и те, которые касаются именно кириллицы. Мне вот очень нравится этот логотип, еж, такой напиток энергетический. Мало того, что сами по себе эти две буквы очень кирилличны, и Ё, и Ж, так они еще и состоят практически из буквы Ш, тоже такой вот нашей родной. И на самом деле с кириллицей и с Ё элементами можно работать очень по-разному. Например, сделать вот такой вот перенос и вдруг неожиданно проявить кратку над буквой И. Или, как это сделал, предыдущую работу делал Дима Кавко, а эту работу делал Михаил Губергриц, сейчас глава агентства линии. Мне очень, мне кажется, она вроде бы, она не про кириллицу даже, казалось бы, здесь могли бы быть и латинские буквы. Только лишь перенос вдруг превратил обычные два слова в такую очень хорошо срифмованную композицию. Четыре буквы сформировали один блок, Д, Д, Н, Н, второй блок. Вообще, рифма в логотипах очень часто бывает важна, и один из таких известных способов сделать логотип вообще, это найти какие-то внутренние взаимосвязи, иначе говоря, рифму. Кстати, студенты меня как-то тоже увлекли и завлекли своим проектом, и мне достался Иоганн, Себастьян, Бах, и надо было сделать плакат, и я еще сделал вот такой вот логотип. Ну, видимо, да, я, кажется, начал показывать несколько своих работ, их будет не очень много. Это студенческий проект, где я попробовал заменить букву Ф знаком, знаком процентов. Три буквы, РФС, Российский футбольный союз, это, это на самом деле не проект знака, я его никогда не предлагал, и мне кажется, он был бы, наверное, неуместен, но то, что из наших кириллических букв можно делать что-то, чего не получится сделать из латинских, мне кажется, это дает возможность что-то найти. Дело в том, что, да, вот был Советский Союз, и 70 лет в логотипах почти ничего не делалось, или было сделано очень немного, а в то же время во всем мире, представьте, вот весь мир, да, вот есть Советский Союз, Россия, а есть весь остальной мир, и весь остальной мир в большинстве своем делает логотипы с латиницей, и с латиницей за это время, ну и за те 70 лет, и за следующие, сколько там прошло уже времени, еще 30, да, наверное, лет, то есть за 100 лет примерно сделали очень много логотипов, работали со всеми латинскими буквами, а с кириллицей за это время не так уж много работали, мне кажется, это дает возможность найти в кириллице что-то, что позволит сделать уникальную работу, ну просто потому, что с кириллицей еще не так много сделано, и во всем мире ее даже не знают, мне кажется, что это шанс, ну не знаю, что-то открыть, это какой-то студенческий мой проект, эмблема для парфюмерно-косметической фабрики, а это тоже проект, но уже не студенческий, взрослый был проект по созданию водки, и здесь довольно любопытно удалось найти рифму в диагоналях, так, ага, я не только кнопку нажал, ну да ладно, это не совсем логотип, ну не настоящий, но тем не менее, буквы М и Д для московского десанта, ну дизайнерский десант в городе Красноярск, там проходила и выставка, и какие-то мастер-классы, и я решил сделать вот такую татуировку себе временную, буква М и кириллическая главная буква Д, еще один проект алкогольный, водочный, мороз и солнце, мне, я не знаю, как вы прочитали эту надпись, но я почему-то иногда слово мороз начинаю читать сверху вниз, а не снизу вверх, ну как бы под углом, и в этом случае, как мне кажется, вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что что-то не так, то есть вроде бы ты прочитал, но даже не понял, как именно, и ты еще даже ничего не выпил, но все равно уже у тебя чуть-чуть замутилось в голове, помутнело что-то. Ну и, по-моему, это последний проект, который вот я хотел показать в ряду своих, ну вот в этой небольшой серии, там еще кое-что будет в конце, это работа для национального фестиваля рекламы идеи, проект довольно неожиданный, Александр Филюрин, один из руководителей, организаторов этого фестиваля, предложил мне разработать стиль для юбилейного десятого фестиваля, я в свою очередь говорю, ну надо менять логотип, он говорит, да, действительно, старые, очень неудобные формы, можно делать любой другой, предлагайте. Я начал делать, но почему-то у них на старом логотипе была падающая звезда, и на этом тоже получилась падающая звезда, единственное, я придумал, что ее можно нарисовать с помощью букв И, Д и Е, И и Д организуют звездочку, а буква Е делает такой след за этой звездочкой, единственное, я никак не мог придумать букву Я, то есть она мне туда не вставлялась, никак не влезала, я звонил в Новосибирск и говорю, Саша, ну вот мне кажется, что не нужна там буква Я, будет три буквы И, Д и Е, ну это же идея, идея появляется неожиданно, там люди ее записывают, ну там как формула пришла в голову, записали на салфетке, ну там, чтобы не забыть, не до конца записали, и здесь поэтому букву Я тоже можно не ставить, но Александр говорит, нет, без буквы Я я не утверждаю ничего. Я даже помню этот момент, когда я повесил трубку с огорчением после разговора с Новосибирском, пошел в соседнюю комнату в нашем офисе и вдруг по дороге понял, что можно же поставить значок регистрейшн, это будет буква Я. Да, после этого мы еще неделю спорили, Саша хотел развернуть эту букву, чтобы она была прям буква Я, а я говорил, что не надо, прочитается. В итоге удалось убедить, ну вот такой вот знак, где есть немножко латиниц, в виде регистрейшн, но это тоже читается как наша буква. А, еще вот такая штука, это по сути открытка, но когда-то она была сделана для, все готовились к миллениуму и встрече Москвой 2000 года. Мне показалось любопытно, что внутрь такого вот декоративного советского, что же я говорю, декоративного кириллического шрифта русской вязи можно вставить римские, точнее арабские цифры. В общем, любопытно. С цифрами еще одна такая была история, открытки, их было несколько, и мне показалось любопытным, что буквы и цифры, в данном случае кириллические буквы, они могут заменять одни другие. Я даже не очень понимаю, здесь написано это цифрами или буквами, то есть как это я прочитал. Кстати, вообще, вы, наверное, знаете, что раньше, до того, как к нам пришли и римские, и арабские цифры, на Руси использовались буквы для обозначения цифр. Были специальные знаки над буквами, которые давали понять, что это уже не буква, а это цифра. И поэтому на некоторых часах даже сохранились еще буквы вместо привычных нам цифр. Ну и парочка последних-распоследних работ. Логотип для Ярославля, который, на мой взгляд, был очень уместным именно для тех задач, которые ставились, а именно показать то, что город современный, активно развивается. Надо было сделать знак, который бы приняли прежде всего молодые люди, которые живут в Ярославле. То есть это знак не туристический, а внутригородской, для внутренней городской коммуникации. И появилась идея, эту стрелку, эту стрелку всегда в разных ситуациях дополнять разными текстами. Например, сделать наклейки «Я» в виде стрелки «Это люблю». И человек может приклеивать этой стрелкой, показывать то, что он в городе любит. Или «Я» и стрелочка «Хочу, чтобы это починили». Ну и, соответственно, для коммунальных служб приклеивать и показывать те места, которые нуждаются в ремонте. Ну, то есть самые разные там были наклейки. Вообще, я предполагал, что, как это часто бывает, в студию Лебедева очень быстро начнут присылать примеры таких же аналогичных знаков, логотипов. Ну, потому что, ну, это же стрелка, да? Понятно, что стрелок много. И я был уверен, что наверняка в кириллице нет, а в латинице буква «Ар» в виде стрелки, которая направлена в другую сторону, зеркально, наверняка пришлют. Но никто не присылал. И это меня удивило. Я думаю, ну, неужели в мире такого не найдется? Прошло примерно два года. Потом Артемий Лебедев, он поехал куда-то в Африку, в путешествие, и только там смог сфотографировать. Вот теперь я знаю, что, да, все-таки есть такая стрелочка в виде буквы «Ар», но в кириллице такого нет. Естественно, это немножко разные смыслы. И главное, мне кажется, что это какие-то возможности. Ну, и когда в свое время мы с коллегами выбирали, какой же знак рубля нужен, был очень серьезный вопрос. Необходима латинская основа, то есть латинская буква «Ар» в виде рубля, или кириллическая. И тогда мы сошлись на том, и вот там Юра Гордон, он многое про это говорил, на том, что буква должна быть кириллическая, потому что очень важно было лояльное принятие внутри страны, чтобы наши люди ощутили этот знак, как свой собственный, ну или наш родной, так скажем. Это наш рубль, и, в общем-то, нам не так важно, как другие все это будут воспринимать. Ну и поэтому такой знак мы утвердили, и в итоге, через всего лишь каких-то 12 лет, удалось добиться его принятия на государственном уровне. А фоном, кстати, является картинка. Эта фотография мне устроили в нашем старом офисе сотрудники. Такое поздравление, когда знак был принят, вот окружили меня вот этими рублями. Мне кажется, самое сложное в создании логотипа – это уникальность. А как вы добиваетесь уникальности и отслеживаете, чтобы не было повторений, в общем, у ваших логотипов? Понятно. Вы имеете, наверное, в виду, как можно сделать логотип. Нельзя же проверить все логотипы в мире, есть ли похожий какой-то. Я могу ответить, что, конечно же, в принципе, мы живем в такое время, что нет возможности ни у кого, вернее, как возможность такая есть, проверить все логотипы в мире и понять, нет ли такого, не сделал ли кто-то такой же. Другой вопрос, что это займет довольно много времени и денег. И этих денег будет намного больше, чем вообще на проект предусмотрено в любой работе. Поэтому сейчас, с одной стороны, да, есть определенный уровень экспертизы, а именно, ну, не знаю, там, насмотренность, ну, допустим, моя. Да, потому что все логотипы, которые я в жизни видел, я в целом помню. То есть я, ну, не знаю, там их сколько сотен тысяч я видел. И не только моя, да, еще и других людей. То есть, как бы, может быть, экспертиза такая. Но могу сказать, что в целом есть еще и такая вещь просто, как, ну, есть распространенные ходы. И, ну, условно говоря, да, там, если делать логотип с буквы О в серединке и вставить вместо этого круглый предмет какой-то, ну, там, условно, солнышко, для детского сада солнышко, то можно, не проверяя, я могу сказать, что, конечно же, такие есть, их много. Потому что ход очень простой. Именно ход конструктивный. Если ход чуть более сложный или более наглый, вот как в логотипе Ярославля, я считаю, это очень наглый ход. То есть вообще взять стрелку и сказать, что это буква Я. То есть даже не делать эту стрелку. Вернее, не делать эту букву, не рисовать ее. Хотя мы, конечно же, ее рисовали. Но, по сути, это, то есть придумать новый ход какой-то, новый принцип, это почти всегда гарантия чистоты. А вот сделать новый чистый логотип абсолютно, ну, почти невозможно. То есть наверняка где-то, кто-то, когда-то, что-то похожее примерно делал. Ну, то есть чаще всего, чаще всего могу сказать, что это и не нужно. А самое интересное, что, ладно, сейчас есть еще несколько логотипов, которые никто не нарисовал. Но пройдет еще 50-100 лет, неважно, и они все равно все будут нарисованы. Все равно надо будет изобретать какой-то совсем другой подход. Поэтому я за то, чтобы думать именно над новыми принципами какими-то, ну, по возможности. Но когда делается логотип, есть еще задача создания образа, придания уникальности. А любое придание уникальности, оно уменьшит читаемость. То есть априори все логотипы будут читаться хуже, чем шрифт для аэропорта, ну, для навигации аэропорта. Значит, это всегда баланс. То есть это всегда баланс, это всегда компромисс. То есть нельзя сделать абсолютно читаемый и очень необразный логотип. Это невозможно в принципе. Потому что чем более он образный, тем он меньше будет читаться. Ну, абсолютно читаемый шрифт, он очень нейтральный. Надо было просто всегда выбирать. Вот для этих задач важнее читаемость, а вот для этих задач пусть он вообще не читается, или пусть только погруженные в тему знают, что это такое. Кстати, для очень многих именно проектов, предусматривающих работу с молодежной субкультурой, ну, там был у Sony проект такой, когда они купили марку Ava, и они решили перепозиционировать ее как молодежную. Они сделали абсолютно нечитаемый логотип. Могу сказать, кстати, что через 3-4 года этот проект закрыли, и марку тоже закрыли. Но я думаю, что это связано не с тем, что концепция была неправильна, а просто Sony не уловили переход на цифровую технику, они делали аналоговую аппаратуру. Там проблема была в другом. Но это используется. Специально даже можно сделать нечитаемое. Ну, как вы знаете, там у Nike или Nike нет вообще логотипа, да, там часто. Просто вот такая закорючка. То есть не то, что трудно прочитать, вообще нельзя прочитать, там нет букв. И ничего это работает. То есть, в общем, это вопрос выбора всегда. Если мы говорим о транслитерации логотипа с латиницы на кириллицу, большая часть логотипов на латинице, когда мы создаем что-то, связанное с специфическими выносными элементами в кириллице, это какой источник? Чисто русская фантазия? Какая-то опора на еще более специфические алфавиты? И под вопрос, в более специфические алфавиты иврит, китайский, с латинского логотипы происходит транслитерация или берутся на латинском? Конечно же, конечно же, когда делается перевод, когда делается транслитерация, да, вот у крупных марок это часто бывает. Допустим, если взять Кока-Колу, то можно найти Кока-Колу и на иврите, как написано, Кока-Колу на грузинском, Кока-Колу на русском, ну и на разных других языках. Другое дело, что, конечно же, не всегда это необходимо и не всегда это легко прочитывается сразу, но контекст помогает. Когда вы увидите надпись белую, неважно даже, как она будет примерно выглядеть, ну там что-то будет такое вот пудрявое, на бутылке, вы догадаетесь, что тут, наверное, написано Кока-Кола. Пусть это будет по-арабски или как-то еще. Как определять пластику? Конечно же, очень многие логотипы, они построены на определенный, используют определенный ход, определенную конструкцию. Ну вот как в примере Фанта, линия, буква Н, она поднимается, и там вот какие-то такие три горошины, три апельсинки висят. А в Кириллице буква не такая, то есть там нет вот этой единой линии, там две палки, причем широкие, тоненькая здесь. Ну, закрепили. Это какой-то компромисс. В некоторых случаях имеет смысл, на мой взгляд, отказываться от каких-то деталей и перекомпоновывать. Ну, то есть, может быть, ну, не знаю, там в Кириллице там это с Фантой сложно, но в некоторых случаях можно поменять букву, на которой будет вот делаться этот акцент в виде трех апельсинок, такое бывает. Или делать вынос не вверх, а вниз, но если композиционно это правильней. То есть, такое возможно, но, естественно, это не всегда приветствуется внутри компании. Они хотят максимально, ну, все сохранить. Иногда получаются нелепые переводы, лучше бы их не было, да, лучше использовать тогда оригинальные. Ну, по-разному это бывает. Спасибо. Так, у меня, наверное, вопрос обратный. Смотрите, говорили, есть латинский алфавит, мы кириллицы из него делаем. Но сейчас у нас часто стоит задача, наоборот, русский какой-то бренд, с претензией, что потом мы выйдем на международный рынок. И вот эти уже кириллические какие-то игры, они уже в латинце работать не будут. Их надо заранее закладывать, или как в этом случае поступать? Да, спасибо. Вопрос понятен. Ну, мне кажется, это проблема такая же, как которая есть в любом деле, когда можно сэкономить сейчас, но в следующий раз придется что-то менять. Придется, может быть, менять вообще все. Возьмите любую маленькую компанию, они делают айдентику, чаще всего в недорогой компании, ну или сами даже. Ну, на первое время достаточно. Потом они растут, развиваются. Примером может быть, ну, я не знаю, там какой-нибудь магазин и магнит, которые там были вначале со страшным логотипом, очень сильно выросли, потом поменяли айдентику, и им пришлось менять тысячи вывесок, ну, и тысячи, или много тысяч вывесок по всей стране. Это дороже, но иногда это разумно, потому что на первых порах нет возможности даже просто делать все очень хорошо. Кроме того, можно сделать очень хорошо, пройдет пять лет, и изменится рынок, и это хорошо, надо переделывать все равно. Бывает другая ситуация, когда можно потратить больше, ну, не обязательно даже денег, а хотя бы подумать, что может быть впереди, и если это будет не слишком дорого, будет возможно. Почему бы это не сделать? Почему бы не, ну, не знаю, не заложить какие-то вещи на будущее? То есть тут каждая компания или каждый дизайнер должен оценивать перспективы, возможности. Я, например, очень горжусь, очень рад, когда какие-то знаки, символы, которые я разработал, ну, не знаю, там, 20-30 лет назад, они до сих пор используются, до сих пор работают. Причем бывают довольно смешные ситуации, когда меняется уже название у компании, а логотип до сих пор сохраняется, ну, и даже профиль деятельности меняется. Это значит, что все-таки там было заложено довольно много, чтобы он хотя бы не устарел, ну, пластически там или как-то еще. Да, вопрос такой. Как обычно происходит защита и вопрос авторского права с логотипами? Компания маленькая, она начинает постепенно расти, допустим, какой-то простенький дешевый дизайнер ворованным шрифтом сначала набрал логотип, а что происходит дальше? Ну, по-разному бывает. Если шрифт ворованный, то часто просто приходится платить деньги за это тем, у кого своровали. Такие случаи нередки. Могу сказать, например, компания Paratype, ну, одна из самых крупных в России, самых древних, ранних компаний, которые давно появились. У них, например, отдельная стоимость на использование шрифта для набора текстов, ну, или там рекламы, чего угодно, и отдельная для того, чтобы этот шрифт использовался в логотипе. И это намного дороже, так скажем. То есть если покупать шрифт для логотипа, то это дороже. На мой взгляд, во многих случаях гораздо легче его нарисовать с нуля. Тем более в шрифтовых спорах там очень важен контур. То есть если контур другой у шрифта, хотя они внешне похожи, то это уже считается другой шрифт, и лучше его нарисовать, конечно. Тем более все-таки более точно можно выразить образ, требуемый образ. Ну и в целом, в чем разница между наборным шрифтом и шрифтом для логотипа. В логотипе только эти буквы, только в такой последовательности. И поэтому можно проявить максимально характер этих букв именно в связи друг с другом. Вот найти идеальную такую штуку. Дело в том, что шрифта такого, скорее всего, не будет. Там каждая буква должна работать с любой и в любой последовательности при этом. Рекомендация сделать уникальное написание, она довольно трудноисполнима. Это нужен профессиональный узкий опыт. Это дорого и сложно. А если денег нет, бизнес стартует или запуск какого-то проекта, который непонятно пойдет, не пойдет. Как сделать дешево, красиво, круто, не нарушая авторских прав? Ну, вы же знаете, да, что дешево, да еще и круто, и красиво, а еще и быстро. Так не бывает. То есть что-то надо выбросить из этого. На самом деле, есть даже уже магазины готовых брендов. Они недорогие. Они не идеальные. Они, скорее всего, подойдут не очень хорошо. Но зато они уже готовые, да, так скажем. Есть какой-то средний уровень. Кроме того, могу сказать, что сама разработка шрифта для логотипа, ну, не всего шрифта, там же только несколько букв. Это не такое уж, ну, это дорогое относительно занятие, но оно не дороже, чем любой логотип сделать. И рисованный, какой угодно. И этим занимаются, и шрифтовые компании этим занимаются, и просто шрифтовые дизайнеры. Ну, у дизайнера чаще всего это чуть дешевле, чем в компании. Но, на мой взгляд, в любом случае, все будут, ну, все выбирают те решения, которые им кажутся оптимальными. То есть просто надо узнать цены, предложения. Я бы посоветовал, во-первых, все-таки вам чуть-чуть, ну, не бояться, обратиться, ну, там, в какие-то компании. Не обязательно самые топовые, да. Но на рынке много компаний, и некоторые работают за не очень большие деньги, так скажем, и делают в то же время достаточные для старта проекты. Они могут быть не абсолютно идеальными, да, так скажем, но они вполне достаточные. Я думаю, вы найдете то, что вам необходимо. Спасибо, спасибо еще раз. Спасибо.